День урожая 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 Ломакина В этот знаменательный День медали, почетные Грамоты и цветы Получили на сцене Очень и очень многие Это животноводы, рисоводы, овощеводы Переработчики Сельскохозяйственной продукции И те, кто помогал Аграриям собирать урожай Лучшие комбайнеры, водители Молодые специалисты Наград хватило всем Отмеченные Заведующие столовыми Механизаторы и пресса Все, кто словом и делом Болел за новый урожай В числе награждаемых И коллектив нашей Телерадиокомпании И вот самый торжественный момент. Называют имя обладателя нового автомобиля. На сцене торжественно вручаются ключи Максиму Колосову, гидротехнику агрофирмы «Кубань». Искренние слова поздравления с Днем урожая прозвучали и от депутатов Законодательного собрания Казахстанского края Андрея Куемжиева и Сергея Орленко. Продолжилось мероприятие, концертные программы. Подарком главы района стало выступление академического ансамбля народного танца ДГИ «Нальмес». АПЛОДИСМЕНТЫ С праздником поздравили и лучшие творческие коллективы Северского района. АПЛОДИСМЕНТЫ Вырастить и собрать урожай – дело непростое. На каждом этапе аграрии сталкиваются с задачами, верное решение которых приводит к необходимому результату. Нынешняя хлеборобная страда в очередной раз доказала – на северской земле трудятся люди, любящие и знающие свое дело. Важный для 4-й школы поселка Афибский объект находится под постоянным контролем руководства муниципалитета. Здесь проводят планерки, где обсуждается ход строительства и решаются проблемные вопросы. Глава района, осмотрев ход проведения работы, акцентировал внимание участников совещания на основных принципах дальнейшей работы, которыми должны руководствоваться представители строительных организаций. А это значит, подчеркнул Адам Джарим, что главным требованием остается соблюдения графиков и качества выполняемых работ. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в срок, а открытие универсального спортивного комплекса на территории образовательной организации должно состояться 15 декабря текущего года. В Станице Азовской прошел митинг в памяти о сотрудниках Федеральной службы безопасности, погибших на территории Чеченской республики. Каждый год их родные и близкие посещают Станицу Азовскую, где расположена часовня святого князя Александра Невского, чтобы возложить цветы к мемориалу. Помимо родных и сослуживцев, митинг посетили ветераны и работники ФСБ, представители районной администрации Азовского сельского поселения и казаки. Часовню построили и осветили в 2012 году по инициативе Фонда социальной поддержки ветеранов Госслужбы безопасности, участников боевых действий в Чечне, при поддержке краевой администрации и руководства Азовского поселения. Как отмечают родные и близкие погибших, за годы это место для них стало по-настоящему родным. Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске. Юные спортсмены из пяти районов края встретились в поселке Афибском в рамках зонального этапа краевых соревнований «Спорт против наркотиков». Участниками мероприятия стали спортсмены из городов Геленджик, Новороссийско-Абинского, Крымского и Северского районов, состоящие на внутришкольном учете или на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Главная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни у трудных подростков. Организатором мероприятия выступило региональное министерство физической культуры и спорта совместно с краевым центром спортивной подготовки. Участники соревновались в двух возрастных группах 2003-2004 и 2005-2006 года рождения по четырем дисциплинам – преодоление полосы препятствий, дартс, эстафета и прыжки на скакалке. В нелегкой борьбе победу в старшей возрастной группе одержала команда из Геленджика. В младшей группе первое место досталось спортсменам из Абинского района. 9 ноября в Славянском спорткомплексе «Олимпийск» пройдет финальный этап соревнования «Спорт против наркотиков». В нем сойдутся победители в муниципальных этапах первенства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Милые танцующие роботы всегда привлекают внимание посетителей технологических шоу. И нынешняя выставка «Сиотек» в Токио не стала исключением. В этом году тема мероприятия – объединить общество, вместе создать будущее. А главная сфера разработок, как и в предыдущие годы, – интернет вещей. Компания Fujitsu работает на сенсорной 3D-технологии. Она позволит судьям оценивать выступления гимнасток более точно. «Это устройство может измерять и рисовать в 3D-пространстве человеческое тело. За одну секунду около двух миллионов лазеров выпускаются, отражаются и возвращаются обратно. Они необходимы, чтобы увидеть очертания человека». А компания Preferred Networks представляет робота-уборщика. Он собирает с пола игрушки и другие предметы намного быстрее, чем некоторые дети. Робот оснащён искусственным интеллектом и не только узнаёт обстановку в комнате, но также учится, куда складывать разные вещи. Он умеет выполнять голосовые команды и даже скажет, куда положил определённый предмет. «Человек этого робота не контролирует. Машина пользуется камерой. Она распознаёт все предметы в гостиной и убирает весь беспорядок». «Альпс Электрик» разработала технологию для самоуправляемых авто. Сенсорная система позволяет регулировать освещение, закрывать и открывать окна определёнными движениями рук. В целом на выставке более 1700 стендов, на которых свои разработки представляют более 720 компаний, исследовательских центров и стартапов. 345 участвуют впервые. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова